Олег Кожемяков встретился с внуком легендарного генерала Красной Армии Дмитрия Карбышева. Во время встречи губернатор подчеркнул, что и имя Дмитрия Карбышева имеет особое значение для Приморья. Ваш дед оставил плоды инженерного искусства. В итоге наше противоположное сооружение является самой современной и самой большой крепостью в мире. Она, конечно, не повоевала в той мере, в которой было предусмотрено, но, тем не менее, свои задачи она выполняла. И в годы Первой мировой войны много было отправлено оружия, пулеметов на фронт. В годы Гражданской войны она тоже была хранилищем и в целом обеспечила оборону. Ну, после 1938 года это тоже был такой форпост Советского Союза на Дальнем Востоке. То есть, поэтому здесь сейчас это уже федеральный музей, в который государство по указу президента вкладывает средства, организовывает экскурсии с тем, чтобы восстанавливать историческую часть. Наследие генерала Карбышева можно увидеть не только во Владивостоке, отметил губернатор. Оно есть во многих населенных пунктах края. У нас много тех, скажем, сейчас уже памятников фортификационного искусства, которые так или иначе или по разработкам Дмитрия Михайловича, или по каким-то, значит, рекомендациям, или построены его учениками уже, значит, есть. Такие же сооружения есть у нас и на Хасанском районе. То есть, это на сопке Зазерной после событий на высоте Зазерной в 1938 году у озера Хасан. Там тоже, значит, по его червежам было построено это укрепление. И для нас это всегда человек, помимо того, что сам по себе легендарная личность, и стойко вынес и фашистский плен, погиб. Вот, то есть, ну и он оставил вообще большой такой вклад в фортификационное искусство, оставил много трудов, много последователей. Во время встречи сторон обсудили также социально-экономическое развитие Приморья и новые возможности для сохранения памяти в крае о подвигах ученого и фортификатора Дмитрия Карбышева. Артем Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.